Всем привет! На улице зима, а мы идем сажать тропические растения. Сегодня в моем видео тропиканка папайя. Я ее не хочу оставлять в маленьком таком горшке на зиму, я хочу ее пересадить вот в такой контейнер. Вот такой контейнер садовый. Это же дерево, то есть я хочу чтобы она нарастила себе корневую систему хорошую и в будущем хочу все-таки дождаться плодов. Моей папайи ну примерно 10-11 месяцев, то есть еще нет года, но скоро уже будет. Она у меня цвела, но плоды она мне не завязала. Может быть еще и с переездом связаны. И сейчас еще у нас на носу зима, солнца не хватает, прям пасмурные дни стоят. И вот она скинула бутоны. Но тут вот бутоны у нее есть, очень много бутонов и идет такой бурный рост. Я все-таки хочу ее посадить больше, чтобы она именно сил набрала. Да, совсем забыла уточнить, что я ее вырастила сама из семени. Из семени вырастила сама. Было три семечки, вот одна проросла. Но она такая хорошая. Листья, конечно, у нее прям вообще большие. Вот больше ладошки моей руки кисти несколько раз. Ну вот я ее пересушила. Папайя не любит, когда тут болото. У меня вообще сухая-сухая почва. Сейчас я ее отсюда. Ну, я думаю, что она, посмотрите, вот видите как. Корни уже пошли у нее вон куда, если вам видно. Тяжелая. Ну, вначале я подготовлю все-таки сейчас грунта насыплю в новое кашпо ей. Ну, кашпо такой вот. То есть я специально такую, я не стала ей посуду никакую покупать. Вот в таком контейнере она у меня будет расти. Потому что я в будущем, может быть, ее еще более большой пересажу. Здесь у меня перлит. И добавлю я ей это садовая земля. Она у меня с перегноем. Очень такая воздушная. И папайе как раз это понравится. Потому что ей, конечно, лучше перегноем почву. И для того даже, чтобы она втягивала плоды. Я, конечно, еще не могу определиться, кто это у меня девочка и мальчик. Ну, вот сейчас у меня он зацветет, когда я посмотрю. Посмотрю цветок, что у меня там внутри. Мне просто один из подписчиков уже написал, как определить пол по цветку. Так что буду пробовать. Спасибо. Ну и, конечно, я буду это снимать все на видео. И с вами советоваться. Ну, вот на пересадку растений очень много земли уходит. У меня вот просто мешок был полный. Мешки, можно сказать, строительные. Он был полный у меня. И вот уже все, заканчивается. Надо ехать еще за одним. Мы просто припаслись. У меня мама припасла мне. И стоит, ждет меня еще мешок один с землей. Ну что, я вот здесь вот на дно. Здесь, конечно, дренажное отверстие хорошее. Вот там на дне такие большие дырки. Я туда бросила пенопласта немного. Ну, чтобы оно совсем как бы было. Не стало его мелко тоже делать. И сейчас вот эта вот такая рыхлая почва хорошая. Ну, тут же перлит еще. Я буду насыпать сюда грунта. Ну, думаю, можно, наверное, из тазика даже. Ох, перлит стал высыпаться, конечно. Ну, вот у меня плохо, конечно, нет сеточки никакой. Сеточки нет. Ну, она когда уплотнится, все равно она не будет так высыпаться. Вот эта земля. А сейчас она еще и сухая. Вдобавок. Ну, вот пязик маленький земли ушел. Сейчас я буду ее отсюда доставать. Буду ставить. Ох, тяжелая. Вот. Много насыпала. Немножко нужно раскрести. А, вот так вот хорошо. То есть вот эту часть я и не буду присыпать. Ну, вот так вот немножко ее. Здесь все корни. Я даже ничего убирать не буду. Я просто сейчас добавлю земли и все. Здесь хочу ее почистить. Потому что нежелательно вот этот стволик углублять. Сверху я земли добавлять не буду уже так оставить. Ну, вот. Ну, в принципе, по бокам там и не так уж и много. Не такое уж большое расстояние. Как бы она сейчас, я думаю, вообще попрет у меня. Хочу добавить сюда еще. Здесь у меня еще с перлитом. Перлита на дне много. Сейчас я его с почвой еще. Поливаю я ее по мере пересыхания. Я ее сильно... Ее главное не перелить. Хоть это и тропическое растение, но поливом нужно быть аккуратным. Ее лучше лишний раз опрыскать. Я ее подкармливаю. Подкармливаю фертикой. Фертикой люкс. Потому что она у удобрения подходит так, как к цветочным культурам. И тоже овощным тоже подходит. Ну, в общем, к культурам, которые тоже плодоносят. Она в форме вот этого вот горшка старого. Так вот и стоит. Он просто камнем у нее. Конечно, очень интересно самой выращивать. Всякие такие вот энзотические растения. У меня вот уже авокадо такой большой растет. Тоже сама вырастила из косточки. У меня есть видео. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Он у меня еще и цвел. Так же я и гуанабану прорастила. Тоже сама из косточки. Очень интересно. Ну вот. Ей тут прям вообще красота будет. Сейчас только осталось ей найти какую-то большую такую тарелку, чтобы поставить ее. И все. Ну вот посмотрите, какой у нее стволик. Толстенький такой. Она же еще молодая. Такая коренастая. Она невысокая. И вот у нее листья такие как бы красивые. Даже если она вдруг плодоносить не будет, то она очень декоративно смотрится. Прям видно, что вы экзотика. Ну, сейчас я ее полью теплой водичкой. Ну, наверное, тоже ей опрыскаю. И поставлю. Она у меня стоит возле окна. Света ей хватает. И также досвечивается еще и лампой. Сейчас я ее полью и поставлю на место и покажу вам. Поставила. Сузя, она у меня и до этого здесь стояла тоже. Здесь светло. Ну, у нас сейчас просто уже дело к вечеру и идет целый день снег. Я ей приготовила водички теплой и ее полью. Я ее полью хорошо, потому что она у меня была пересушена очень. Вот так достаточно будет. И сверху я ее немножко краснула. И вот такой вот контраст. Папайя, а за окном снег. Ну, не бойтесь заводить таких себе тропиканов. Мы живем вот в Сибири и все прекрасно растет. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok